приветствую вас уважаемые трейдеры и партнеры сегодня специально для вас мы подготовили очень интересное интервью с профессиональным трейдером с многолетним опытом человеком который является управляющим криптофондом и соучредителем компании we really trade специально для него у нас очень много интересных вопросов так давайте их зададим друзья приветствую всех сегодня у нас в гостях очередной замечательный гость профессиональный трейдер доверительный управляющий человек который торгует на финансовых рынках 2005 года и является соучителем компании we really trade приветствую тебя приветствую тебя артем приветствую друзья слушатели спасибо за приглашение хочу сразу сказать принципе я готов поделиться с своими знаниями своим опытом с людьми и поверьте мне есть что сказать и давайте наверное начнем андрей я лично с тобой знаком уже очень много лет мы с тобой не однократно проводили совместные мероприятия даже конференции и я уверен то что ответы сегодня твои на вопросы они точно помогут многим трейдерам и начинающим и профессиональным поэтому я очень рад то что у меня сегодня есть возможность взять у тебя интервью чтобы ты поделился своим опытом поэтому давай тогда начинать не будем затягивать первое наверное что хотелось бы спросить это с учетом еще акцента повторного на то что ты на финансовых рынках очень много лет с 2005 года практически сейчас у нас уже 2019 закрывается 2020 можно сказать что 15 лет какой исходя из этого колоссального опыта на рынке финансовом это очень много лет какой самый главный вывод относительно трейдинга ты мог бы уже сделать за такой период на самом деле спасибо за такое представление где-то так наверно она и получается я как уже не говорил или скажу что я буду максимально открытым и говорить о трейдинге так как есть без всяких прикрас значит мы не ставим целью что-то приукрашивать да и если говорить о том что вот за этот большой опыт я наверное какие ну скажем так чтобы я посчитал самым важным ну наверное это первое это системность то есть у трейдера должна быть система должна быть система это самое важное я сейчас не говорю о том как ее создавать на моем канале в реле трейд канальчик называется есть конкретные видео о том как создать свою торговую систему и вообще много-много полезного контента кто нужно посмотреть потому что на самом деле эти темы эти очень огромные очень обширные очень большие но значит отвечая на вопрос этой системы второй это торговый план как сказал один выдающийся трейдер на непокойный твой друг не тренд а трейдинг план по трейдинг планам я понимаю такую вещь как не только там где будете входить при каких условиях но и скажем ваши действия во время управления позицией ваши действия в отборе да то есть селекции того или иного инструмента например у меня в торговом плане включены такие вещи как должно пройти определенное время между принятием решения и непосредственно перед его ее операционным исполнением то что я говорю это касается системы дискрепционного метода то есть то что я использую фактически у меня есть методики которыми я оперирую и принимаю решение ручками головой открывая сделки самостоятельно следующий элемент наверное дисциплина но она неотъемно связана с торговым планом поэтому три кита это система торговый план и дисциплина следовать вашей системе потому что нет смысла в торговой системе если вы не следуете ну просто какой-то андрей слушай а вот в твоем случае я думаю что это закономерный вопрос чего все начиналось я вот общаясь с многими коллегами скажем нашими по трейдерскому цеху но задают этот вопрос кто-то говорит что могла какая-то книга кто-то говорит что какой-то человек какой-то курс пройденный когда-то в прошлом и все это смотивировало именно на непосредственно начало собственной личной торговой деятельности а вот в твоем случае что выступило мотиватор ну наверное я все время увлекался аналитическими видами спорта да то есть шахматами и мне нравилось нравится такой подход вообще там головоломки и прочее когда я узнал о трейдинге и как-то придя на какой-то бесплатный семинар это был как раз четвертый год наверное я посетил и понял что я хочу этим заниматься и вот с тех пор все началось то есть я стал покупать книги первая книга моя была это малая энциклопедия трейдера эриха фон наймана по моему который я был получше кому-то задарил а потом значит был дядюшка элдер ну и далее по списку если будет интересно я это все озвучу то у меня работал некоторое время в на российской бирже я значит была такая компания значит от union струнбанка назывался на ютрейд это что-то типа от фенома значит брокерская компания да российская фенома там эти если вот этих вот компаний которые представляют доступ на российские биржи и я работал там преподавал торговал российскими акциями на тот момент это был 2007-2008 год еще не двух лет торговал преподавал но и потихонечку осваивал это мастерство но и после того как случился кризис в 2008 году очень стало все это как-то плохо тяжело на рынках тогда кстати фьючерсы например на российских рынках вообще не позиционировались менеджерами продажниками то есть всех исключительно брокеры сажали на акции потому что с фьючерсов очень мало комиссии брокеры получали своего счастья вот сейчас это уже совершенно другую форму имеет но это в принципе нормально но тем не менее это вот такой вот был путь и после этого я в свободном плавании торгую самостоятельно а потом мы организовали компанию с партнером вырели трейд до сих пор она не существующую ну и как-то вот держусь как-то там стараясь да собственно говоря не соскакивать то примерно так вот такой вот у меня путь был прихода и 15 лет когда ты сказал что 15 я даже сам сейчас прикидываюсь пролетел очень быстро и я даже не успел оглядываться андрей а все-таки если оглянуться назад на вот эти 15 лет твоего становления от начинающего трейдера до профессионала чего бы ты наверное точно бы не стал делать повторно как начинающий трейдер если бы у тебя была такая возможность какие-то ошибки вот которые сейчас тебе кажутся глупыми может быть есть такое да наверное да сейчас я подумаю я уверен то что это будет полезно тем кто сейчас вот как раз только находится на начальном пути и думает а вот стоит ли ему заняться этим ремеслом или нет я думаю что людям которые думают стоит ли заняться этим ремеслом должны просчитывать все риски в первую очередь и понимать что если у них вдруг не получится как они с этим потом будут жить очень важный момент потому что большинство людей заходят на позитиве там взбодренное если есть такое слово мотивации как например после бизнес тренингов по развитию там создание собственного бизнеса да но это все потихонеку потом как у есенина все и съедает житейская мразь да поэтому примерно так здесь происходит и вот здесь вот то же самое поэтому я рекомендую всем новичкам кто приходит на рынок и сразу скажу что рынок это очень классное место это очень хищное место еще поговорим об этом действительно стоит того но чтобы вы первое понимали что если у вас не получится с вашей жизнью произойдет какой-то крах то есть вы могли продолжить жизнь в другом ключе занимаясь чем-то другим но тот бизнес где большая конкуренция а здесь она и есть хотя в принципе наверное везде есть это ну как бы стоят свечи второй момент чего бы не стал делать что сделал я какие грабли наступать никогда не торгуйте на чужие деньги если вы не умеете вторая ошибка обязательно то есть старайтесь работать на свои учиться на свои терять лучше свои терять уже и легче вопросов нет ну зарабатывать конечно это так и нужно понимать что если у вас будет не получать что вы то естьф anyways фактически вот надо разделить ну как бы так если вдруг у вас что-то не будет получаться вы должны быть готовы что трейдинг не каждый месяц вы можете зарабатывать вы можете зарабатывать там сзади неаний и заработать так как вы зарабатывает в обычной жизни за три года Это такой бизнес, который интересен, который многое позволяет себе позволить, совершенно себя изменить. Но вот новичкам я бы рекомендовал первое, то есть быть готовым, что если вдруг не получится, вынести удар. И второе, никогда не играть на чужие, ну не работать на чужие. Всегда стараться на свои. Вот, наверное, вот эти два постулата, которые я бы выбил на лбу каждого трейдера. Как-то так. Спасибо тебе за открытость. Это действительно стоящие, дельные рекомендации. Благодарю тебе. Андрей, на что ты обращал внимание при выборе брокера и почему в итоге остановился на Аммаркетс? Ну, я бы так сказал, что для меня важны несколько критериев. Первый – это вывод средств. То есть фактически вывод средств должен осуществляться достаточно оперативно. У Аммаркетс вообще нет проблем с этим. То есть я утром подал заявку, вечером деньги у меня уже на счету. Понятное дело, что с вводом средств тоже нет проблем. Но это вопрос второй. Всех интересует вывод. Меня, в том числе, я такой же, так сказать, со всеми теми же самыми людскими недостатками. Значит, обязательно качественное исполнение. То есть мне важно, чтобы было качественное исполнение. Я не буду сейчас называть компанией, мы не ставим эту цель, у которых я работал. Практически во всех топливах работал. В смысле, как трейдер. И я могу многое. Ну, я не знаю, может быть, сейчас уже поменялись какие-то условия, но раньше было ужасно. То есть у других компаний это были обрывы, которые вы часто слышите. Обрывы связи, реквоты. Реквот, кто не знает, это когда ты нажимаешь там «закрыть позицию», а тебе все время выдают, значит, нет цены там или еще что-то. Это очень важно. Поэтому мой маркетинг этого не было. Мне это очень нравится. Я работаю сколько уже? Ну, наверное, лет 8 где-то, может быть, 7. Ну, что-то вот такого. То есть мне все, ну, как бы, я рекомендую многим людям этого брокера, потому что работаю сам. Очень есть такой футуролог нашего времени, ты, наверное, знаешь, это Насим Талеб, да? И вот у него вышла последняя книжечка. Ну, большинство он знаком по книгам «Дурачные случайности», «Черный лебедь», «Антихрупкости». Вот, давячи, у него вышла книжечка «Skin in the game», да, шкура на кону или как бы шкура, рискуя собственной шкурой, как наши перевели транслейторы. И вот здесь как раз та самая история, что как бы работая с, ну, условно говоря, когда ты кого-то рекомендуешь как брокера, ты рискуешь со своей репутацией. И поэтому, когда я, допустим, говорю о маркетсе, там, своим ученикам или своим коллегам или просто знакомым я рекомендую, я понимаю, что я рискую своей репутацией. И поэтому мне нужно как бы за слова отвечать, как в России говорят. И я понимаю, что ребята серьезные, ребята нормальные, с ними можно работать, проверено на собственной шкуре и по заработку, да, и по прочим-прочим вещам, и по выводам. Поэтому я выбрал именно вас. И, конечно, еще последний момент – это хорошая техподдержка. То есть мне нравится очень лояльное отношение как к трейдеру и как к партнеру. То есть однозначно все очень шикарно. Мне нравится индивидуальный подход, потому что как бы проблемы решаются, проблемы решаются и очень оперативно. В других компаниях этого не встречается. Спасибо за лестный отзыв. Благодарю также. Андрей, ты занимаешься обучением, готовишь очень много контента для своего YouTube-канала, потом управляешь фондом компании, реалитерейдера. Ну, наверное, логичный вопрос – как ты на все находишь время? Как ты все успеваешь? Значит, тут я на самом деле не такой эффективный, как ты думаешь. То есть понятно, что вот это вот всего куча навешано. Но я бы говорил так, что я также прокрастинирую и также что-то не успеваю. Но я думаю, самый важный момент для любого человека и открытие для его жизни изменения, такой экшенч его жизни, вот эти перемены его жизни, они могут произойти только тогда, когда он начнет планировать. То есть фактически планирование – это волшебная палочка в жизни любого человека. Если кто-то думает, что он не будет там успевать, что он творческая личность, я разочарую на самом деле, если и творчество тоже можно подстраивать под определенную дисциплину. Поэтому также я рекомендую всем ввести, я не знаю, знает кто-то, не знает, может быть, но это моя такая, мне пришла идея, это, собственно, КПИ или, собственно, КПД, когда ты ежемесячно оцениваешь свои стороны, которые ты сделал. То есть, условно говоря, что ты сделал в своей профессии, сколько новых вещей ты узнал из своей индустрии, что ты прочитал из своей индустрии, может быть, собственного развития, в плане физических каких-то данных, в плане спорта, возможно, хотя они не спортсмены, а физкультурник по большей части. Ну, то есть, вот какой-то, собственно, выработать таблицу КПИ-ов, и когда вы видите цифры, когда всегда человек, когда видит цифры, он в этом верит лучше. И как нас учили древние философы, да, начиная там от Сократа, заканчивая, не знаю, там, Сенека и Шопенгауэром, то есть, надо всегда соревноваться с собой. То есть, ты сегодня, это сравнивать всегда с собой. Это там, по отношению, это твои действия вчера. И поэтому, когда вы вводите свои показатели в цифрах, вы можете очень много успеть. Даже многие об этом не догадываются, сколько они реально могут сделать, если они начнут планировать. И лишние 3-4-5 часов в день они всегда могут найти, если начнут заниматься планированием сегодняшнего дня со вчерашнего. Вот как-то так. Андрей, сейчас предлагаю немножко перейти в плоскость практического применения знаний. Вот я себе даже немножко здесь выписал информацию о том, что у тебя есть авторская торговая стратегия «Мастер», которая позиционируется как стратегия опережения цены, позволяющая отслеживать позиции крупных игроков и зарабатывать вместе с ними. И, в принципе, ты с большим удовольствием делишься таким ценным знанием данной информации. А вопрос простой – откуда ты сам черпаешь эту информацию? Что является твоим источником таких данных? Давай я скажу так, что «Мастер» для меня стратегия немножко уже устаревшая. То есть я ведь, чтобы для слушателей было понятно, я на несколько лет ушел из публичного пространства, у меня где-то 3 года особо не было. Я занимался так называемым «рисичем», то есть исследованиями рынка. Я торговал немножко, немножко исследовал, больше жил там на сбережении в чем-то. И сейчас, собственно говоря, вернулся. То есть я готов уже делиться знаниями, планирую дальше очень много полезного контента на YouTube выкладывать. И когда мне говорят «Система Мастер», она здоровская система, но для меня это уже немножко такой пройденный, своеобразный этап, потому что у меня есть гораздо лучшее идеи. Ну, то есть не то чтобы идея, она являлась ядром и стратегическим направлением для того, чтобы разрабатывать что-то более ценное. И как бы где я черпаю? Черпаю очень просто. Я записывал видео, значит, на канале, называется оно, как-то, знаете, что-то, ну, в принципе, ссылочку, если что, поставим. Оно называется, как советы профессионального трейдера о том, что нужно для того, чтобы стать трейдером, вспомнил. И там я говорил, поэтому, если говорить о том, где черпать знания, то это различные форумы, книги, значит, чтение литературы. Есть такое понятие, как кумулятивный эффект, да, то есть когда вы получаете информацию с разных источников. Потому что большинство информации – это шум, но, тем не менее, получая определенную информацию, вы научитесь со временем ее фильтровать и использовать в нужном русле. И это даст вам, этот кумулятивный эффект, даст вам определенный впоследствии такой квантовый скачок в понимании. То есть впоследствии, как вот любой специалист в какой-то области, он уже знает, что, ага, это я отметаю, это уже не стоит внимания, а вот это интересно, а вот это вот можно сюда приложить, а это с этим сложить. То есть начинается такой своеобразный тетрис в голове, да. И вот когда, позанимавшись этим чем-то, ну, достаточно приличное время, или там 10 тысяч часов, как говорят психологи, то начинается уже как бы очень простая история. Читаешь в основном зарубежные форумы, проверяешь эти системы. И я уже говорю вот в том видео, которое я уже ранее упоминал, что для того, чтобы развиваться в этом направлении, нужны несколько, как бы, да, критериев, это изучить немножко студенческий курс, институтский курс статистики, теории вероятности, то есть прям минимум, да, совершенно прям вот базовый. Значит, дальше английский язык желательно знать, потому что формы все на английском. Ну, кстати, ну, можно, в принципе, пользоваться и переводчиками. Если кто-то пользуется, то можете пользоваться переводчиком. Дальше, значит, программирование азы, либо друг программиста обязательно, чтобы проверять идеи. В принципе, можно не пользоваться программированием, можно освоить Excel и в нем делать все то же самое. Если кто-то знает, есть такой трейдер Ларри Коннорс, да, знаменитый. Вот у них с Линдерашки есть книжечка, что-то там о биржевой торговле. Так вот у них в команде, он работает с Цезарем Альваресом, это один из разработчиков Excel. И они все, в принципе, идеи проверяют в Excel. Поэтому на вкус и цвет все фломастеры как бы одинаковые, кто что хочет. Но вот какой-то базы минимум нужно обладать, или там, по крайней мере, освоить вот эти скиллы, да, вот эти навыки, чтобы впоследствии двигаться в этом направлении. А дальше уже дело техники. Чем больше ты погружаешься в проблему, тем быстрее ты ее решаешь. Вот и все. Ну а все-таки, если возвращаться чуть-чуть к конкретике относительно того, какую-нибудь систему, из того, что ты раньше применял, разрабатывал, ты сейчас используешь что-нибудь суперэффективное, это может быть не конкретно какая-то идея, а может быть даже какой-то робот есть, личный твой. Либо просто... Вообще идеи, да, идеи есть. Есть идеи, которые пользуются, которые я сам смотрю, и, ну скажем, которые мне достаточно, ну как бы... Из того, что было в стратегии мастера, это рыночный сантимент обязательно, это понятие волатильности дневной, там более крупных понятий, ну то есть там недельный. Да, то есть элементы, они остались. То есть, в принципе, вообще любой трейдинг, он строится вот на таких китах, то есть ты не можешь, условно говоря, торговать на рынке, не используя, допустим, понятие волатильности. Ты не можешь торговать на рынке, не используя понятия, там, правила каких-то выхода из позиций. То есть это, ну, условно, как пожарить яичницу без яиц, так не получится. То есть есть какая-то база минимума, без которого, ну, как бы механизмы не задвигаются и не заработают. И вот здесь вот абсолютно та же самая история. Вот то, что было в мастере, это рыночный сантимент, это понятие волатильности, оно идет уже много лет за мной и никуда, я думаю, не денется, потому что без этого построение торговых систем просто невозможно. Ну вот, кстати говоря, относительно рыночного сантимента, я помню, что у нас как-то с тобой был разговор по поводу позиционирования толпы, большинства, меньшинства, и вот я тебе рассказывал про наш кайман, который есть. Возможно, даже в каком-то формате ты тоже стал его использовать и, может быть, даже, допускай, был он тебе и полезен. Ну ладно, Андрей, можно сказать, что трейдинг для тебя как опытного трейдера, мне кажется, это тоже вопрос, который уже наболел, и многие хотят услышать и хотят слышать определенный ответ. Можно сказать, что трейдинг – это твой основной источник дохода, ну, либо он приносит львиную часть своего дохода. Я думаю, что какой-то период это был трейдинг, вот когда я начинал, потом, когда вот я ушел в исследование, я жил на накоплении, потому что нужно было дальше исследовать, там как бы торговал, но там был это криптофонд, вот эта вот история. С торговлей валют как бы ушел. Что касается ситуации в текущий момент, то да, именно трейдинг приносит основной доход. Но я, как любой нормальный человек, я принимаю диверсификацию, то есть есть дополнительные источники дохода, их нужно всегда создавать, потому что, как писал Ларри Вильямс, что бывает разное, бывает всякое, и торгуя на рынке, даже когда вы будете снимать эти средства, вы обязательно должны иметь какую-то подушку безопасности и желательно уже становиться инвестором, чтобы получать какой-то определенный процент. Поэтому, отвечая на твой вопрос, что это приносит или не приносит, ну, конечно же, приносит трейдинг, но я не брезгую других источников дохода. А можешь в двух словах рассказать о криптофонде? Ну, буквально в двух словах. В принципе, не проблема. То есть, криптофонд мы открывали на, если можно употребить, это слово хайп, там, по-моему, 17-го года, когда биткоин там куда-то в космос улетал. Вот тогда у нас соревновался криптофонд. Работали мы и работаем на бирже, криптобирже исключительно, значит, по API, то есть, что это такое? Это когда у человека, допустим, есть биткоины, там, майнеры, допустим, и мы занимаемся тем, что просто в определенный момент времени покупаем или продаем. Ожидание, очень интересный такой момент был, ожидания криптоинвесторов, они как раз были вот такого плана, что все привыкли, что там какие-то иксы получать, иксы, что там рост в десятки тысяч процентов, в тысячи процентов. Понятно, что сейчас все это ушло с рынка, и экспоненциальный рост, который произошел, скорее всего, будет являться вот тем, чем является. Ну, то есть, в принципе, все, да? То есть, лошадь сдохла. Ну, посмотрим, конечно, все может быть. Тем не менее, на этом хайпе у нас все это произошло, потому что я долго игнорировал этот биткоин, и вот тут мы начали работать, и немножко похвалюсь, мы 2018 год, когда биткоин падал, да, после всех этих ростов, но можно было, позиции можно было открывать только в длинную, да? У нас на бирже были запрещены длинные позиции. И вот по IP, то есть, что значит, человек приходит, мы ему как бы генерить нам определенные, мы свой счет соединяем, вот как вот у вас будет открываться скоро, я надеюсь, сервис копирования. Да, да, да. Та же самая история, это приблизительно сервис копирования, но это происходит вот по вот этим определенным технологиям, IP, да, IP протоколу, и проходило копирование на его счетах, и, собственно, таким образом, ну, как бы получалось так, что человек начинал работать, и что-то там зарабатывать. Мы проработали 2018 год таким образом, и, значит, с учетом того, что рынок падал, мы сделали около 70% годовых. Получился очень хороший результат на падающем рынке, то есть мы откупали исключительно вот эти вот, ну, как бы, маленькие коррекции. Ну, а сейчас, я думаю, появились возможности торговли и в шорт, и в лонг, но очень уж резкий инструмент стал. Я не думаю, что биткоин, ну, как бы спекулятивный, он как бы так же интересен, если кто-то хочет торговать, и веймаркет сможет торговать спокойно, и там непосредственно биткоином. Но, мне кажется, валютой, и вообще в данном контексте мне сейчас интересен, например, и рынок S&P, мне кажется, он гораздо более перспективный, проще для создания торговых систем, и волатильный так, что хватит всем. Ну, да. Тем более, что S&P, он все больше, с учетом последней динамики, становится как бы предсказуемым, потому что каждый год мы видим перепись многократную исторических максимумов, и сколько лет назад его уже хоронили, тем не менее, несмотря ни на что, на все проблемы, все равно постоянный перехайп. Да. Не знаю, когда это закончится, но меня тоже этот момент интересует, как аналитика, как человек, которому приходится отвечать на вопрос, когда же все-таки разразится это долгожданная игра на понижение. Ну, вот, ответа нет. Андрей, у тебя вот в социальных сетях очень много фотографий, довольно насыщенных с точки зрения спорта, и сопоставляя именно спорт с трейдингом, конечно же, тут можно сопоставлять тот уровень адреналина, который получает человек, занимающийся спортом, и, соответственно, трейдинг. А для тебя вот все-таки основной источник адреналина – это трейдинг? Ну, я думаю, что да, потому что ничто не может сравниться с тем, что, наверное, помнится, что когда ты открываешь позицию, а еще если позицию, которая является слишком опасной для твоего депозита, ты открываешь это, и ты понимаешь, что идет в твою сторону, ты испытываешь эйфорию, идет против тебя эйфория со знаком минус, ну, то есть здесь такая история происходит. Я думаю, что трейдинг, наверное, вот это действительно щекочет или гоняет кровь по живым, и ни с чем не сравнится это ощущение, мне кажется, ни с каким спортом экстремальным, потому что это немножко другое, немножко другое. Это что-то на уровне, я не знаю, там метафизики, может быть. И, наверное, к этому и привыкнуть-то невозможно, потому что этот адреналин, я, опять же, по собственному опыту, он постоянно тебя посещает, когда ты в рынке. Интересно. Да, 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 я согласен, что как бы ни было, как бы ни делал никто, все равно, ну, скажем, сколько бы ты ни торговал, тем не менее, конечно, да, привыкаешь, где-то рутина, но, наверное, мы люди вот такие, что ставки, вот эти вот, ну, как бы, на рост или на падение, да, они всегда будут заставлять нас получать определенный пласт эмоций. Совсем недавно, кстати, вот ты был у нас в гостях, во-первых, в гостях и в Черногории, непосредственно в нашем европейском офисе. Какие у тебя остались эмоции? Все ли понравилось? Может быть, хочешь сказать, как тепло мы тебя встретили, приняли, все ли было нормально? Ну, во-первых, спасибо, да, за встречу. Все было очень шикарно, во-вторых, у вас там было уже тепло, это был, по-моему, апрель месяц. Да, точно. Все было очень здорово. Мне понравился ваш офис, вот именно вот эта вот концепция, ну, атмосфера, планирование, люди. В любой момент можно выйти, посмотреть на эту красоту, свежий воздух, то есть это все мотивирует к труду. Значит, дальше, что касается общины, со многими там мы, в принципе, были уже знакомы людьми, да, лично, то есть с тобой, там, с другими ребятами. И мне все очень понравилось, то есть мы провели шикарные дни, и за это вам большое спасибо, и всем, кто там, наверное, еще просто не был в Черногории, съездите, посмотрите, заодно как раз, кстати говоря, если вы клиенты в чем-то сомневаетесь, мне кажется, пожалуйста, можете, и вы в Черногории находитесь, под горец, пожалуйста, можете договориться с ребятами, встретиться, прийти, посмотреть, как это все работает. Да, это действительно так. Андрей, в 17-м году ты сказал в интервью о том, что у тебя есть конкретная цель, это побить рекорд всем известного Ларри Уильямса, то есть сделать 1 миллион долларов за год. Удалось? Я же говорю, я немножко ушел в этот, в Рисич, и я эту цель поставил таким образом, чтобы это была публичная история, и, наверное, я буду участвовать в кубке вот этого Робинсона, по-моему, наверное, это будет 2020 год, я как раз закончу все, что я сделал, я подготовлю себя морально, потому что надо понимать, что такое год участия в конкурсе, да, это все по боку, это вот исключительно работа, а я пока не могу себе позволить сейчас заниматься вот только конкурсом, да, и кому-то что-то там доказывать, но, тем не менее, есть это в планах, у меня, ну, как бы в приоритетах определенных стоит, и я это буду проводить, тем не менее, сейчас мы планируем проводить публичную торговлю, да, значит, у нас есть, во-первых, у нас есть телеграм-канал с торговыми сигналами, во-вторых, мы сейчас подключим счет, счет, и где вы каждый сможете смотреть, как мы работаем, и чтобы не было никаких, ну, скажем, независимых источников, там уже там MyFacebook, и люди будут смотреть, видеть, как что происходит, и, конечно же, понимать, что зарабатывать на рынках можно при правильном подходе, опыте, ну, и с определенными людьми. Поэтому, резюмируя, да, это все в планах, но я пока немножко это не тороплюсь, то есть не хочется, мне хочется сделать раз и закончить, потому что не хотелось бы вот в эту гонку впасть там надолго, да, там раз, не получилось первый год, там второй, третий, но я реально понимаю, чем мне это грозит, я реально понимаю, чем я должен пожертвовать, и пока я вот, ну, немножко взял паузу. Андрей, большое тебе спасибо за беседу, было очень интересно. Возможно, в завершение ты хотел бы что-нибудь сказать трейдерам, начинающим, профессиональным, только тем, кто вообще задумывается о том, чтобы заняться этим делом или нет. Может быть, если прямо сейчас, опять же, возвращаясь к твоим проектам касательно обучения, я думаю, что есть возможность рассказать о том, что ты планируешь проводить. И я думаю, что было бы совсем неправильно, если в связи с тем, что я подвожу к обучению, я бы не предложил тебе как возможность для потенциальных твоих будущих клиентов, инвесторов, трейдеров, если это обучение есть. Дать какой-нибудь промокод, по слову, «Амаркетс» и скидочку, если это возможно. Ну, как я говорил уже ранее, то есть я сейчас немножко в строю, вернулся, несколько лет я выпал и по такой определенной прострации пребывал в плане социализации, а нам трейдерами очень сильно не хватает, поэтому я сейчас возобновляю видео на канал на регулярной основе у меня задача стоит генерить очень интересный контент, который будет касаться исключительно системного трейдинга, то есть там разбирать, что такое регрессионный анализ сезонности, циклы, объяснять, как считать волатинность, очень много-много всего, у меня очень много контента, который я буду записывать. Я вообще считаю, что те видео, которые я записал весной на канал, где я рассказал, с чего начать, как, куда двигаться, как тестировать на трендовость, флетовость, как изучать тот или иной инструмент. Очень полезный, ну, как бы, материал по той простой причине, что новичку, может быть, он кажется очень сложным, но если вы торгуете, там, год, полтора, два, и еще, как бы, понимаете, что нужно строить какие-то системы, то как бы валка. Что касается, значит, некоторых наших проектов, первый проект, это торговые сигналы в Телеграме, есть возможности, пожалуйста, можно связаться за счет, и получить, ну, на канале есть все данные, получить подписку туда. Дальше мы занимаемся обучением, да, мы занимаемся обучением новой методикой, которую мы создали, которая, в принципе, работают, и которыми хочется поделиться, которые мы можем поделиться, я так скажу, потому что, ну, не всем будешь делиться, но это вот работает, это вот достаточно, мы это используем тоже, и оно себя зарекомендовало очень хорошо. Значит, если, также у нас, значит, на канале выходит еженедельная аналитика, посвященная за счет тому, что будет на, ну, какие сигналы и сделки мы ожидаем на предстоящей неделе. Если вы посмотрите, вы увидите, что мы не используем стандартные индикаторы, то есть, все, что мы используем, как бы, мы стараемся писать самостоятельно, да, писать самостоятельно, и использовать. Что касается обучения, то тоже вы можете по этому вопросу к нам постучаться, там, написать на почту, например, или там в Телеграм-канал, наш, лучше, наверное, даже Телеграм-канал, и по промокоду, ну, допустим, пусть это будет промокод AMarkets, да, можно так назвать, а вы получите скидочку, да, я могу провести как индивидуальное обучение, так и групповое обучение с коллегой, я делю это, ну, делегирую полномочия, потому что физически сам занимаюсь больше трейдингом, но у меня есть что рассказать, каждую субботу мы проводим, постараемся проводить вебинар, где рассказываем о наших методиках немножечко, вы задаете вопросы, и таким образом ваш, так сказать, ну, тренируем людей к тем реалиям, к которым мы не сталкиваемся. Поэтому, резюмируя, значит, есть обучение, ну, не так часто оно проходит, но все-таки проходит, стучите в Телеграм-канал, есть, если вы хотите торговый сигнал подключиться, тоже, пожалуйста, если есть желание смотреть YouTube, и материала очень много, там больше, там около 16 тысяч подписчиков и больше тысячи видео за все это время набралось, и я обещаю, что я буду стараться генерить сейчас очень интересный контент. Поэтому подписывайтесь и желаю вам удачи. Благодарю тебе. Друзья, повторюсь, что сегодня у нас в гостях был профессиональный трейлер с нагретьим опытом, доверительный управляющий, человек, который очень много знает о криптоиндустрии, соучредитель компании WeReallyTrade, Андрей Козилов. Андрей, большое тебе спасибо, очень интересная беседа, я думаю, что многие наши трейдеры и инвесторы почерпнут массу полезной информации. Да не за что, Артем, спасибо за уделенное время, я всегда рад. Приходите на рынки, это стоит того, если подойти с головой, с умом, то это то самое удовольствие, которое может вас кормить до конца ваших дней. Субтитры создавал DimaTorzok